Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы начинаем играть в Derbruder Cringe за Австрию, наконец-таки, последняя страна играбельная в этом моде, когда-нибудь, наверное, здесь делают играбельными Британию и Америку, но пока что есть, то есть. Австрия здесь стартует в очень таком неплохом положении, неплохая промышленность, она побеждала войну против Бруссии ранее, поэтому она имеет неплохую часть Германии, здесь владения также только увеличились по сравнению с, так сказать, обычной историей, которую мы знаем. И, кстати говоря, есть еще вот здесь вот, если я правильно помню, этот регион называется Селезия, да, все правильно. Если вы, кстати говоря, вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же сделаем Австрию все еще великой, она уже великая, но она распадается, у нас спад, мы тут венским договором сдержаны, в общем-то, ситуация не самая хорошая, мы ее исправим, поехали. И вот он наш лорный ивентик, нация в руинах, мы в центре Европы, должна была подняться величайшая империя, но у нас тут гниль внутри империи, и судьба миллионов людей находится в наших руках, в моих руках. Кайзер будет говорить свою речь. И давайте поизучаем миссии, которые у нас есть, у нас есть добыча ресурсов в Трансильвании, очень скам миссия, 8 фабрик, говорят, надо построить, смотрим, сколько здесь можно, максимум 5. Скам полный, дальше миссия, во всех регионах построить четвертую инфраструктуру, я построил фокусы, у нас нету ни одного фокуса на инфраструктуру, а регионов у нас примерно миллион, и они все такие маленькие, строить их инфраструктуру, это тоже скам, этот фокус мы никогда не сделаем, ну, миссию. Полтора миллиона солдат в дивизиях, это мы можем сделать, это, кстати говоря, не такой плохой, да, бафчик будет полтора военебезного, это круто, и баф на атаку против Германии, вот этой вот Северной Пруссии, 29% капитуляции, то есть поможет добить ее, тоже звучит неплохо, это мы тоже нажмем. Эти две миссии, не думаю. И смотрите-ка, венгерский рейд у нас происходит, по стопам предков мы идем, угу, угу, венгерские националисты, ну, мы с ними разберемся. Сразу, я думаю, давайте-ка подраспустим плохие дивизии, у нас их очень много, это все необычное, вот это все маленькие дивизии. Дальше у нас тут еще есть кавалерия, которая нам тоже не нужна, и моторизованные танки. Пока что оставим, там посмотрим. Вообще горники тоже у нас не самые лучшие. Ладно, чешка согласия себя и ребенка на флаге. Какой ужас, какой ужас. Мы такое не разрешаем, не одобряем. Кайзер должен остановить это, очевидно. Итак, некий Джованни. Я подозреваю, что это Джорно был Джованни, но это нигде не рассказано. И взрывчатка в Венеции, но очевидно, очевидный кайзер должен мешаться. Надо покончить с этими преступлениями. Это уже нельзя никак терпеть. Вот она. Мы сохраним заветы предков. Нам нужно, я думаю... Интересно, почему это предков? Ну ладно. Нам, очевидно, нужно, чтобы кайзер покончил со всеми этими беспорядками. Как-то так, уступки народу, что закончатся взрывы? Нет. Нужно покарать преступников, очевидно. Что должны прощать преступников. Это, очевидно, неправильный подход. Итак, кайзер решил пойти по пути предков и усилить Абсолютин в стране. Он должен быть сделан в Абсолют. Все правильно. Он правит этими землями, он будет править. И правил до этого. И у нас тут это по нашим немцам. Но нет, давайте сразу пойдем в отезрение нашего времени. Здесь очень много бафов и избавления от дебафов. Поддержим дворян, конечно же. Ой, смотрите-ка, имперский совет. Строгое правило. Отправка войск. Давайте отправка войск венеции начнем. Пожалуй. Ну, сейчас что-нибудь будем делать. И вот, смотрите-ка. Вот эти страны влияют как-то на нас, видимо. Молодая Италия. В отношении с инсанцами. Да, влияют. Окей. Нам нужно вот сюда смотреть. Получается, Хорват нас поддерживают. Венгры нас не любят. Поляки нас поддерживают. И богемцы не поддерживают. В общем-то, да. Надо с ними со всеми разобраться. И итальянский парламент. Венета в огне. Давайте со всеми сразу разберемся. Нам такое прощать не стоит. Венгры покидают парламент. И чехи покидают парламент. Ожидаемо. Ожидаемо, но ничего. Мы готовим нашу армию. Хорошую, новую. Вот эту вот. Мы разберемся сейчас с этими вассалами. Как говорится, я здесь сенат. И во Франции тоже поддерживают наши идеи. Они отказались от плохой конституции. И решили взять как раз таки правую конституцию. Молодцы. Итак, мы поддержали дворян. Давайте введем войска в Венецию. Надо разбираться с дебафом на ТНП в первую очередь. И революция голубых в Италии. Не знал, что у них есть своя страна. Ну, видимо, вот она и есть. Итак, анархисты там спровоцировались. Но и плевать. Сейчас бы голубых слушать. Вот так. Если это будет демилитаризованный, но проблема не решена, верно? Или как? Да, оккупация Венето. Ну, частично решена на самом деле. Потому что минус ТНП у нас нету. Это нам немножко ситуацию уже улучшает. В скобочках. Увеличилось. Подожди, 15 теперь. Э? Здесь этого не написано. Какие-то скрытые дебафы. Здесь стабильность поддержки. Война-политка. Будет убран после реинтеграции Венето. Окей. Ух. Прям неприятно. И разгон в Праге. Так, в Праге ничего не произошло. Да. Да. Ничего не произошло. Так, и записали. Теперь с венграми. Я подозреваю, что венгры прям взорвутся. Реально. Так что надо доделать будет армию. Ну и как раз у нас будет уже, так сказать, армия из хорошей дивизии состоять. Наверное, градострелков куда-то на север. Моторизованные части как раз в центр. Сейчас будем получше видеть, когда увидим какие-то границы. И идем сразу в централизованное государство. Я не вижу смысла брать что-либо еще. Пока что. Потому что нам нужно экономику, наверное, первым брать. Здесь куча ресурсов и фабрики. Это тоже прикольно. Но я думаю, пока что это потерпит. Здесь все-таки поинтереснее. Конечно, у нас еще есть в политике. Тут тоже неплохие бафы. Есть вот такой вот баф 5тнп еще. Вот над этим обороном мы будем идти в атаку. Так что там. Все еще нам нужно закончить сначала Цезаря. И третья венгерская революция. Как я и говорил. Венгры обиделись немножко. Ну, бывает. Типа, ну, с кем не бывает. Обиделись мужики. Нужно только, конечно, с этим разобраться моментально. Армию выставляем все. Пожалуй, тоже сюда. Что с по генералам? Давайте изучим ситуацию. У нас есть вот этот Гасбург. Неплохой генерал. Но мне по-моему... Такой генерал. У нас есть Ромель, кстати говоря. Есть Людвиг. Плестящий стратег. Мне пока что нравится. Пока что, наверное, вот этот парень. И вот этот тоже, кстати, очень неплох Юга. Вот этот для танков пойдет. Да. Смотрим, что у нас Юга становится фельдмаршалом. Потому что у него есть сразу мастер снабжения. И агрессивные нападающие. То есть мы это все вкачаем. Как только у нас будет на эту возможность. Сюда, пехотно, у нас есть... Какой-то еще Эрвин ставим. И Гранс ЛК. Тоже находим в Федоре. Отлично. Федя у нас будет за горняков отвечать. Людвига пока можно сюда поставить. Прекрасно. Разбрасываем авиацию еще немножко. И мы готовы с ними разобраться. Мы, к сожалению, можем делать стрельное заводное экстарство. Пока мы не разберемся с Венгрией, видимо. Но окей, можем пока тогда, наверное, сделать вот эти фокусы. Почему нет? Ну и достаточно оперативно мы вроде как здесь продвигаемся. Благо дивизий плохих нету. Пожем еще ребят призывать. Почему бы и нет? Это, кстати, позволит нам подформить все неплохо опыта армии. Так что даже полезно. Ну и немножко опыта авиации. Потому что авиация здесь тоже усердно работает. Прекрасно. И так как дальше я буду развивать не наши непосредственно территории, а другие. Это уже баф на ресурсы был. Он как бы и нам полезен. А вот уже ресурсы развивать, наверное, не хочется. Мы мало волчим. Давайте сразу возьмем себе опыт армии. Чтобы поставить себе вот эту вот трину. Точнее, на плюс опыт. Ну и очевидно, Венгров мы забираем без каких-либо вообще проблем. Кайзер теперь полностью подавил все негативные элементы в нашей стране. И вот она, Венгрия капнула. Там немножко снабжения. Ну, господи, снаряжение дала. Почему-то мы не можем сразу все захватить, но захватим. Прекрасно. Венгрия аннексирована. Больше у нас проблем здесь не будет. Есть, конечно, нюанс того, что у нас это все теперь оккупированная территория. Что не самая хорошая ситуация. Кстати, насчет оккупированной территории. Давайте поставим жадатский надзор. Ну, где здесь дефолтно это военно-губернаторство? Ну, военно-губернатор. А он, ну, такой себе, вексинно говоря. Так что вот так вот можно сменить. Делали этот фокус и можем возвращаться к централизованному государству. Больше никаких радикальных элементов в нашей стране нет. И ура! Получили мы очень хороший бау. 20 ресурсов, политка, стабильность, минус скорость роста сопротивления. И решения по интеграции у нас вот здесь вот появляются. Давайте начнем с Италии. А можем типа по разным подавить, либо склонять коллаборационистов. У нас все еще там, да, 15% тэнпэк, к сожалению, имеется. Можем людский ресурс подразить, либо политик. Давайте, наверное, вот это. Звучит как будто выгоднее. За богемскими коллаборационистами, либо можно подавить. А, это если мы там дивизиями. Все, я понял. Тогда давайте, да. Здорово, ребята. Наши дивизии решили к вам нанести визит. Мне нужна Австрийская империя. А? Стоит, называется Австрийская империя. А, Будапешт. Господи, Будапеште. Будапешт это... Это вообще вот здесь. Надо вручную это делать, к сожалению. Я просто был очень уделен логации Будапешта, потому что Будапешт это не богемия. Это богемский национализм подавляется. Давайте дождемся пока, наверное, сделать. Сделаем. Да, здесь тоже Будапешт, смотрите. Видимо, копировали, вставляли и забыли убрать. И еще нужно Альфвельд, Трансетанубия и Герцеговина. Скорее, есть вопрос насчет Герцеговина. Вот я тоже думаю, что это немножко, блядь, не там. Ну ладно, давайте воспользуемся вот так. Альфвельд, Трансетанубия и Герцеговина. Ага, нашел, прекрасно. Давайте вот сюда. И мы разобрались с ними всеми. Голосование за увеличение войска по единости. Не знаю, что это, но давайте сделаем. С повстанцами теперь точно будет все готово. Конец оккупации, прекрасно. Все, да, избавляемся от дебафов. Как прекрасно. Можем также мобилизовать экономику, уже пора. И идем дальше по бафам. Тут становится у нас очень-очень приятные модификаторы. И почти избавились мы от плохих надоб, только еще венского договора. И спада спад пропадет примерно вот сейчас почти. И вот остались после третьей венгерской революции. И пропадают дебафы от венгерской революции. И сейчас от богемской. А, тоже, видимо, мы убрали. Прекрасно. Вот у нас и стабильность поднялась на нормальные позиции. И уже промку мы строим хорошо. Я, кстати, как можете видеть, заказал всю инфраструктуру, чтобы если мы все достроили вдруг, можно было бы инфраструктуру поделать. И посмотрите, сколько же это много. Только чтобы учить три фабрики и три военных завода. Проще их просто построить. И вот оно. Каусбургский спад пропадает. Новый придворный художник. Я уже, кажется, понимаю, о чем это. Итак, как тебя зовут? Толи Гитлера. Ага. Портрет. Угу, угу. А, хм... Давайте выйдем на хорошую концовку. Возьмем его... Возьмем его в художественную школу все-таки. А то мы знаем, к чему приведет, если его не возьмут. Отлично. Дебафы упрыны. Теперь давайте слава Кайзеру. Культ Карла I. Начинаем. И наш ТНП уже на 13%. Это очень для нас приятно. Кстати говоря, у нас есть два советника на минус ТНП. Как прекрасно. Здесь максимальности. Здесь. Минус 3 здесь. Минус 7 тут. Он, конечно, дебафы... Не сильно приятные дебафы. Ну, 7 ТНП. Ну, ладно. Окей. Итак, культ готов. Теперь Кайзер умеет все. И получаем бафы на минус ТНП. Это нам пригодится. Начинается гражданская война в Сербии. И кого нам... Подержать здесь Сербия? Вот этих ребят. Демократический социализм. Ммм. Мы экономиками все равно не можем поставить. Верно? Верно. У нас потому что авторитарная демократия. Давайте отправим туда прям побольше дивизий. Почему бы и нет. А нам нужно хотя бы 30 месяцев. Ну, сейчас исправимся. Давайте потихоньку. Заказы Рейра готова. Теперь еще дополнительные бафы получаем. После чего мы, наконец, сможем национализировать территории. Это все вот, которые от нас немножко подоткололились. Прекрасно. Я тогда деплоил дивизий. Чтобы можно было открыть добровольцев, можем отправить 6. Какое чудо у нас здесь как раз 6 дивизий имеется. Отправляем ровно все. Авиацию нельзя, но и ладно. Нормально. Это теперь можно заново распустить. Здесь пускай они обучаются уже теперь с полным снаряжением заново. Смотрите, как культ Карла. Можно нажимать защитник Австрии, стабильность, либо защитник Отечества. А, ну и то, и то можно нажать. Приятно. Просто стабильность за 50 налитки 5 стабильности. Носить что-то поважнее. Наверное, неоткуда потратить. И все равно у нас прирост очень солидный. Я думаю, у нас будут плюсы такие лишние, неплохие. И Цезарь нашего времени. Карл I, конечно же. Стартуем. Последний бой парламента. В качестве марионетки, либо разогнать раз и навсегда. И мы получим тогда деспотизм. Деспотизм это все еще не дает. Я думаю... Думаю, в качестве марионетки можно было бы даже и оставить. Ну и теперь пошла фармежка. Вот здесь вот. Прекрасная. Отлично. Есть Цезарь. Мы теперь можем открыть себе экономику. Мы могли открыть и пораньше, но надо было Цезаря закончить. И можем вообще пойти в политку. Здесь поддержка войны, время подготовки и 4 военных завода. Смотрите-ка. И решение подготовки. Давайте выйдем, наверное, сначала в решение подготовки. Хотя если здесь что-то интереснее... Как будто не совсем. Хотя бафы приятные. Давайте все-таки откроем эти решения. Может там что-то реально хорошее. И начинаем потихоньку делать нашу танковую дивизию. Конечно же ставим ее приоритет пополнения. И сейчас они здесь будут. Ребята, нам надо фармливать опыт, реформироваться. И в принципе сами становятся потихоньку посильнее. И потом эту нормальную уже дивизию. Как раз мы и здесь нафармим опытом очень солидно. Венского договора больше нет. Нас больше ничто не сдерживает. И у нас буквально не осталось дебафов, кроме распадающейся империи. Но тут скорее даже бафы. Вон на полтора процента призываемого населения парня дают. Здесь конечно нет бафов, но... Как бы вот здесь вот все еще какие-то... Ладно. Это единственный трактор дает нам бафы. Лучше чем ничего, я так скажу так. И я думаю еще мы сходим вот за этими фокусами. Потому что здесь есть концерны для танков и для самолетов, которые я хочу себе поставить. Здесь надежность противопеку на атака. Очень неплохой. Хотя Шкода, кстати говоря, тоже вообще неплохой. Может быть Шкоду поставим. Сейчас я еще подумаю. Но здесь я точно хочу БФВ. Потому что здесь маневренность и скорость для истребителей. Это опять-таки именно точно то, что нам и надо. Можно начать следовать с этих танков. У нас нет бафа на исследование танков вот здесь вот. Только если не где-то дальше. Тут... Да, и дальше тоже их в принципе нету. Хотя нет, вот здесь вот есть 100% на легкие танки исследования. Блин, давайте попробуем тоже билд в легкие танки сделать. Почему бы и нет. А и мы победили уже первую Сербию. Прекрасно для нас. И здесь мы идем, конечно же, в... Сначала в мэн, потом в БФВ. Ну и раз мы закончили здесь фокусы, давайте все-таки экономику возьмем. И можем поставить себе наконец-таки БФВ. И, собственно говоря, сделать их в скобочках. У нас пока здесь не сильно что-то шикарное может получаться. Но уже, как говорится, что есть. И мы добиваем еще одну Сербию. Думаю, да, мы сможем поддержать победу в этой Сербии. И потом взять их себе в альянс. Ой, мы, кстати, можем теперь отправить хотя бы одного добровольца. Точнее, двух даже. Давайте отправим туда, наверное, штурмовики и истребители по одной как раз штуке. И еще одна Сербия неправильная, ликвидирована. И вот, следует добить последнюю. Прекрасно. И, кстати, мы и не можем даже выбирать, куда мы будем делать. То есть, я думаю, будет выбрать. Но нет, это имеется в виду вот это, если бы мы делали федерализм. То есть, если бы мы пошли вот в этих ребят, я так понимаю. Наверное. По всему, да. И вот это, это у нас как раз таки наша. Отлично. Ну, а что, я думаю, на этом можно позакончить нашу первую серию. Мы уже экономику подстроили себе. Военные заводчики тоже, как ни странно, какие-то подстроили. Но, конечно, еще далеко до нужных там значений. Нужно будет скоро уже очень готовиться к войне. Потому что наши ваги не демлют. Пруссия уже снова собирает силы. Я чувствую, она будет обменять Германию. И Россия там тоже недалеко. Но не стоит не забывать про Голубую Италию. Она тоже есть на юге. И ей тоже придется заниматься. Хотя, конечно, она самая меньшая груза. Ну что ж, с вами был TopGay. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дескорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok